Большой разговор о развитии белорусского спорта состоялся сегодня в Минске. Сферы формирования которой в 21 веке это не просто дань моде, но острая необходимость, в том числе на международном уровне, как престиж страны, свидетельство ее развития. Один из показательных видов спорта в Белоруссии, где к высоким строчкам в мировых рейтингах и громким победам уже успели привыкнуть, теннис. Именно на этом примере о стратегии развития отрасли в целом говорил сегодня глава государства. Посещая в преддверии дня города городской центр Олимпийского резерва по теннису. Процессы разобрали от А до Я и на начальный этап работы Александр Лукашенко обратил особое внимание. Президент поручил выстроить эффективную систему отбора и подготовки талантливых спортсменов во всех видах спорта. Говорили и о других не менее важных аспектах подготовка спортсменов к стимулированию, помощь государству и отдача в виде конкретных результатов. А также о прямой зависимости от успехов профессионального спорта, популярности массового тенниса. И здесь пример Виктория Азаренко, Максим Мирный. И вот уже в минских спортивных школах одним из самых популярных атрибутов становится ракетка. Впрочем, обо всем по порядку. Олеся Высоцкая. Он готовится к тренировке, достает банан, воду и, разумеется, счастливую ракетку. Свои 12 Александр Сгировский уже не отдают зарубежным соперникам ни сета на пути к победе. Про Сашу говорят восходящая звезда белорусского тенниса. Он уже собрал все мыслимые награды, а юный теннисист самокритичен. Я не самокритичен, я все время хочу развиваться, не стоять на месте. Идеалов, которым можно стремиться, Саша видит немало среди наших звезд и зарубежных. И мечтает добиться успеха Азаренки и Мирного. Сейчас это практически смысл моей жизни. Смыслом жизни считают теннис. Каждым годом все больше белорусов. Наша страна вырастила двух сильнейших теннисистов мира. И на кортах небольшая Беларусь соперничает с Америкой. Дети видят триумфальные победы и с охоты идут в спорт. Только в Минске работают более сотни закрытых и открытых кортов. Правда, расписаны все по минутам, заняты даже ночью. Удивительно, но факт. Теннис когда-то был игрой священников. Его играли на каменных полах монастырях. Со временем для удобства ловить мяч придумали что-то вроде перчатки. И только через 400 лет появились ракетки, похожие на современные. Городской центр Олимпийского резерва – одна из передовых теннисных школ в стране. В этом году здесь улучшилась инфраструктура. Появились новые корты на разный вкус. Есть грунтовые, с жестким покрытием и так называемые шоу-корты. Я так понимаю, это будущее наше великие теннисисты? Спасибо большое. Да? Да. Да. Самое время растить здесь настоящих звезд, заметил президент и задал прямой вопрос Владимиру Волчкову, хорошо известному всем любителям тенниса спортсмену. Сейчас он главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису. Ты мне скажи, у нас есть перспективные, на твой взгляд, ребята, которые могут играть девчатку? Конечно, есть. У которых можно взяться и подтянуть до высочайшего уровня. Да. Есть та же Ира Шимановича, те же Егор Герасимов сегодня. Я сегодня считаю, что у Жермонта однозначно есть потенциал в первую соку попадать. Сегодня есть ряд спортсменов, которым просто нужно, как говорится, перезарядить, чтобы они начали жить с теннисом с утра до вечера. Среди спортсменов действительно немало потенциальных чемпионов. Теннисная федерация уже начала активную подготовку их к Олимпиаде 2016 года. Есть своя система. Всех лучше хотят собрать под одной крышей, чтобы они оттачивали мастерство на сильнейших. В планах председателя Белорусской теннисной федерации Александра Шакутина создать что-то вроде настоящей теннисной академии. Сегодня мы все делаем для того, чтобы к концу года уже хотя бы два теннисных центра нашей страны, допустим, стали академией. Мы работали по принципу академии. Для того, чтобы решить ту задачу, которую перед нами поставили. Действительно, участие в Олимпиаде Реженера восьми наших теннисистов. Теннис уже не тот, что был лет 20 назад. Конкуренция их сильная. Это профессиональный вид спорта. На нем зарабатывают деньги. В Беларуси пока три корта на 100 тысяч населения. В Чехии – 106. Она лидер в этом плане в Европе. Есть и у нас немало желающих кладывать частный капитал и развивать теннис. Президент не против, если бизнес будет, что называется, социально ответственным. Соответственно, до выделения им земли под эту идею. За этим дело не станет. Спасибо, Александр. С землей тут вопросов не будет. И если они будут нести социальную нагрузку, если они 2-3 пенесиста по своему заданию будут готовить, то мы им тоже подставим плечо. То есть не за наплатные основы, не все же богатые, скажем, и дети. Есть родители бедные, но ребята талантливые. Для большего результата стране нужны дополнительные крытые корты, уверен глава федерации. Изучался опыт Бельгии и Германии. Есть предложение построить новый центр в микрорайоне Серебрянка, а также здесь, на базе городского центра Олимпийского резерва по теннису, крытый корт. Давайте какие предложения. Надо посмотреть самые дешевые. Ну что спортсмену надо? А мы несколько вариантов. Крыша и внутри там чуть-чуть подогреть, чтобы градусом 10-15 была температура. И будут играть, а летом и так тепло, и весной. А зимой чуть подогреть, вплоть до того, чтобы какой-то теплогенератор поставить, современный, чтобы поддавливать. Мы подготовились, предложение, допустим, три варианта разных, начиная от... И надо достраивать там Олимпийский этот центр. Там же, по-моему, еще с торца можно пристраивать. Можно. Еще 6 кортов можем перекрыть тоже. Там есть смысл перекрывать и сделать. Там были проработаны решения. Ну вот давайте тоже предложение, чтобы это были недорогие, легкие, легкие абсолютно. Там где трава, вот там вот 6 кортов можно рассматривать. Вот закрытая. Ну и самое главное, это, конечно, система. Здесь и там. И за это ты головой отвечаешь. Страна готова создавать условия, если будет хороший результат, заметил президент. На примере тенниса поручил выстроить эффективную систему отбора и подготовки талантливых спортсменов во всех видах спорта. Нам надо полсотни выбрать из того, что есть, перспективных, толковых ребят. Это для вас день работы. Если построить, вы сразу их определите. И физически, и внешне, поиграете и так далее. Из этих 50, ну, у нас супер не будет, десятку, которые войдут. У нас они все не войдут. Нам надо, чтобы хотя бы двое-трое боролись за эту десятку. И мы можем это сделать. И для таких ребят, и для тренеров их надо создать идеальные условия. А если результат будут давать, вот вам зарплата, вот вам деньги, зарабатывайте. Потом вернете. Я очень надеюсь, что вы вот организационно здесь выстроите работу. Чтобы было все честно. Ты сам не из министерской семьи, снизу шел, знаешь, что честно. Это главное, чтобы было честно. Не то, что папа там кому-то заплатит, кто-то кому-то мяч подкинет, я твоего сына возьму. Хорошо возьму. Но ты за него заплати. И если он не пойдет, это твоя проблема. Но вот этих ребят, таких, как сам был, их надо поддержать. Чтобы они могли работать. И где-то позаниматься. Ну и потом, я говорю, что их много не будет. И если они выстрелят где-то потом пять будет девушек, пять парней, я готов подключиться, если нужно. Чтобы они могли работать. Без вас мы не сделаем ничего. Я же говорил, у нас в дроздах вот эти корки. Ну кто там тусуется. Если я не приду, так там некому, наверное, и играть особо. Ему еще раз. Возьмите два тренера. И самых лучших. Сейчас там хорошее покрытие. Все в отличие. Пускай тренируются. Конечно. Особенно зимой. Поэтому используйте все резервы. У нас в стране достаточной инфраструктуры, чтобы сегодня готовиться. Сейчас уровень мужского тенниса может быть такой высокий. А в женском теннисе мы спокойно можем иметь двоих, троих, которые будут бороться на уровне Маши Шараповой, нынешней и Вики Азарин. Запросто можем иметь. Просто надо выстроить систему. Председатель Венгурского полкома Николай Ладутько рассказал, что еще делаются в городе для развития спортивного движения. Например, восстановлена тропа здоровья. Хочешь бегай, хочешь катайся на велосипеде, а хочешь прогуливайся, занимайся на тренажерах. Александр Лукашенко прогулялся по кортам и, пройдя мимо зоны с тренажерами, поинтересовался, чье производство дал поручение. Надо делать, надо найти предприятие, отдать им. Ребята, разбирайте, делайте. И что лучше сделайте. Запиши это как поручение Ладутько, чтобы он любому предприятию, чтобы у нас усовершенствовали и от болта до конструкции этих произвели в течение этого года, чтобы мы с 1 января нашими у себя это производили. Внимательно глава государства понаблюдал и за тренировочными матчами будущих звезд. Среди них были и те, кого уже можно назвать ведущими молодыми белорусскими теннисистами. Когда Александр Лукашенко уехал, теннисист Владимир Волчков в интервью нам признался, если бы в его юные годы были такие возможности, добиться можно было бы других высот. Хороший старт для больших ожиданий в будущем. Олеся Высоцкая, Андрей Христин, Виталий Селявка, агентство теленовостей.